всем привет ребят ну что как обещал записываю вам видосик по поводу огнекрыла вот такой вот у нас сегодня будет их не крыл не такой у меня он не один сейчас мы к нему дойдем вот такой вот огни крыл руку я новую беру поставим ему сейчас восьмую сейчас сделаем восьмую эмблемку выживания вот так вот вот восьмая эмблема по сути и может было не делать но все-таки по максимуму сделаем вот такую вот сборочку 1700 3 секунды неизвим семь с половиной на это не основное как вы видели у нас после видения некоторые талантики имеют дополнительные свойства при качке на девятку некоторые из пятерки как ремка например и теперь у нас вот такой вот огнекрыл воскресает герой 70 процентов жизни как вы знаете огнекрыл воскресает всегда с полным с полной жизнью ну вот так вот сразу же идет воскрешение с полной жизнью в общем если ставить ему там вторую третью обычную ремку он сразу же полностью воскрешает себя за счет восстанавливая за счет своего скилла но что мы имеем на девятки на девятки мы имеем два воскрешения вот самое интересное было вот именно на огне крылья это потестить я сейчас его потестирую изначально с выживанием дальше мы поставим ему порочный пакт у нас тоже есть вот такая вот у меня сборочка уклонение плюс крит так ну что поехали начнем давайте с рейда мы это будет очень интересно посмотреть как же все-таки герой будет разрезаться в этой сборке у него урона принципе как видите хватает против обычных а сможет найдем к это интересную топовую расту с фрайкой ну вот неплохо так смотрим три секунды за счет руны не уяс то есть его нереально первых три секунды слить самое интересное сейчас когда будет фрай убить вот опять видите нулю проскакивают ну пока его не убили интересно будет потестировать на битве гильдий с цепили нам думаю будет очень интересный вариант и знали сможет фрай его слить как вы знаете фрай сливает любого героя вот один раз попала в отрезку со первый раз у сразу же фолка по тут без варианта смотрителя как видите у меня нет интересно будет вариант поставим попробуем еще цепилина вот и вот третий рез точнее второй ну блин что я могу вам сказать круто вот посмотрите на время сколько его герои убивают пойдем сейчас на полу по локации еще потестируем конечно было бы неплохо чтобы попалась топовая пачка и огнекрылл с ней повоевал вот наконец-то они его убили полторы минуты сейчас я поставлю вместо деревом для леса интересно что будет после леса как будет работать вот у меня тоже дерево будет с девяткой скоро но я пока следующий хочу тыковку пишите в коментах кого вы хотите увидеть следующего тыквы с исцелением тыквы с воодушевлением с новым талантиком так я еще до нового таланте который сегодня доберусь надеюсь так окей вес 0 поехали еще разок вот отлично тут будет побыстрее думаю как-то замедленного англеса если честно говоря так смотрим один раз был ну вот как видите 30 секунд минимум его придется убивать это конечно жесть так не крыл стрелок фрей бьет почти одна минута он живет вот так вот сейчас мы сделаем немножко по-другому ради интереса поставим вот такой вот вариант просто поставим посмотрим насколько дольше это тут но ничего так не протестим давайте вариант какой я живу просто поставим конечно выживание может тут и не сильно актуально сейчас так и седьмое живо хочется просто видеть разницу поехали ну тут как-то очень быстро вылетел раз видеть из за счета живого англеса лица с фрукта по 5 визе справляются с ним так хорошо и возвращаемся обратно и пробуем с деревом тестируем посмотрим что же будет думаю смысла тестировать два раза одно и то же типа оживу оживу смысла никакого нет поехали брать интересно после резца дерево как он будет себя чувствовать по идее должен один раз резнуться опять же это это не точно вот отлично есть молчание наложили кстати вот выживание чем хорошо три секунды даже под молчанием вашего героя не убьют так быстро хотя молчание по моему три с половиной действует надо посмотреть будет вот тут еще плюс то что у вашего героя не снимут жизнь с выживанием если будет другая руна то конечно его быстро убьют но могут слить до 0 там быстрее под молчанкой убить даже если на нем стоит оживом так окей пробуем байку еще не задел вот так место сделал вот видите все таки под молчание окрестнулся отлично главное чтобы молчание вот опять так ну давайте убивать да фига себе все ребят это реально будет топ талант вместе с деревом это просто жесть на битве гелий просто out все хотя бы один раз резнулся в общем что я могу вам сказать получается один раз умер второй раз умер дерево и он опять два раза живая ну что теперь что теперь делать честно говоря я не знаю по сути давайте сейчас сделаем оставим на него цепилина это просто нарушение скажем так всего игрового процесса потому что так делать не надо забудьте уже про битву гелья окончательно такая вот сборка ребят поехали надеюсь сейчас какого-то топа найдем да вот это шок два раза блин давайте не знаю сколько он тут продержится мы просто посмотрим что у нас будет плохо что битва гелья уже здесь закончилась 54 процента чё там фрея огнекрыл все дела мне кажется этой сборки эта сборка вполне заменит родина даже уставка чайный тупо не паритесь сто процентов окей давайте здесь протестируем я как видите я кидаю в самый центр там где фрея и все остальные здесь цепь не прокачанный на максималку и ваш можно выпустить где-то со стороны сейчас мы это тоже сделаем 32 процента уже это жесть ребят честно говоря мне нравится эта сборка так и можно будет офигенно использовать на древнем испытании 42 процента у нас есть интересно сделает такой же на минотавра ну я считаю вот этого варианта надо было на добивание после ронина с головой будет хватать вообще вот так держится конечно круто давайте попробуем на аренке посмотреть если будут какие-то интересные противники хотя вряд ли мы попробуем было бы круто если бы еще ввели обязательным слив героев на битве гильдий возможно тогда бы было бы еще интересней так сейчас на битве гильдий просто нечего делать вот они 0 и наносят даже фрая по сути тут ничего не сможет все сделать ну что как вам обновка как вам талантики фрейка меня удивило своим уроном от не крыл меня вот сейчас удивляет своей выживаемостью да вы можете сказать куча доната там это вот рано или поздно кто-то соберет их не крылок без донатов рано или поздно кто-то получит камни все ну конечно это будет очень много времени думаю будут бесплатно давать вопрос не в том вопрос том куда катится игра и весь геймплей ну нет тут у меня противником пока к сожалению может сейчас нам на пути кто-то попадется ну как видите это реально жесть два раза реза яйца плюс выживание рунами мне кажется это самый оптимальный вариант для любого героя будет особенно на пляже было по локации то есть три секунды он у вас выживает нормально потом его возможно там заденут он себя будет восстанавливать за счет выживания в общем вот так вот и плюс он резается и еще можно если битва гильдии просто дерево не знаю может иронина будет смысл такого собирать я жоп просто рунами будет тоже хватать так какой-то свой там есть ну давай на тебя нападем это все печально тут один смотритель посмотрите что делает да у него урона в такой сборке мало ну можно ему поставить панк и он опять же у вас два раза будет оживать не один если вы поставите же два два вот вам плюс а скоро и девятку ведут можно будет и руну конечно в ноженами собрать будет но она английская там на других может и на русском принципе бывало по моему семерки продавали в общем сейчас надо скупать даже ремки те же самые ремки однозначно надо все забирать сейчас пойдем еще на подзем как протестируем посмотрим на него на подземках что же там будет ну в общем я не знаю я считаю что с такой с такой сборкой можно будет еще попробовать массу героев особенно на полу по локации в забытой битве если вы попадете на такие герои у вас вариантов никаких не будет вы даже по тайму просто сольете вы не успеете их убить конечно если там будет мега супер пачка у вас там по заблой ну если будет топовая пачка с девятыми живыми это все я думаю даже на атаке фартов надо будет когда-то собрать потестить но это надо будет очень много времени так ладно поехали на подзем очки еще там ты станем и на древние заскочим давайте сразу с 7 начнем передавайте 6 6 10 а потом на семерку заскочим просто посмотреть как он будет себя чувствовать именно со слоном просто посмотреть что же все таки будет делаться вот он триста двадцать пять тысяч ажиева неплохо смотрите жалко нету опять 325 у дальше его наверно сольют и посмотрим ну ребят что я могу вам сказать посмотрите на это у вас ни один герой из наших которые у нас есть так не будет делать не знаю просто анриел как по мне он еще ни разу не умер сейчас конечно наверно демоны его за завалят лиара там молчанку кинет да вот раз убили много целей бьют дерево ни разу не сработает надо было с другой в общем даже здесь думаю можно запустить другого огни крыла результата столько конечно не будет поехали еще интересный вариант это посмотреть на древних испытаниях не знаю какой у меня тут он сейчас посмотрим да именно он так мы посмотрим хотя бы насколько он будет выживать дольше конечно у нас сейчас его и заказывает быстренько но что мы видим вот это мы видим первый раз стрелок мешает вот под молчанкой слили к сожалению но блин мне нравится мне нравится то что теперь можно будет некоторых героев так пособирать и они будут просто мега мега эпичными я вам скажу надо будет урон поставите пакт это подвис лаер нужно будет да куча давнов есть run как видите постепенно руки прокачиваю в общем вариантов очень много есть пишите коменты что вы думаете подписывайтесь обязательно любите лайки напишите кого вы следующем хотите увидеть какого героя я хочу думаю тыкву сделать но у меня еще будет один вариант думаю завтра еще кого-то одного прокачать поэтому все зависит от вас всем удачи всем пока пока